Как Израиль решил выходить из коронакризиса? Что уже можно и чего пока нельзя израильтянам? По плану правительства в воскресенье 7 марта в Израиле возобновятся занятия в 7-10 классах школ в зеленых, желтых и оранжевых городах, где заражаемость объективно низка или находится на невысоком уровне. Накануне Международного женского дня открываются рестораны и кафе. Начиная с воскресенья вакцинированные израильтяне смогут заказывать столики внутри ресторанов и кафе, не вакцинированные, на открытом воздухе. Отели и банкетные залы начинают работать в соответствии с инструкциями Минздрава. То есть они будут открыты исключительно для горожан, получивших по две прививки. Увеличен лимит людей, которые могут собираться вместе на открытом воздухе с 20 до 50 человек. Одобрен план Министерства транспорта, который позволит израильтянам, оказавшимся за границей, вернуться в страну. Аэропорт Бен-Гурион открывается 7 марта. Останутся обязательным для израильтян и для новых репатриантов помещение в корона-отеле или домашняя самоизоляция с ношением электронных браслетов. Такими браслетами хотят снабдить каждого вернувшегося из-за рубежа и отправленного в карантин. По поводу электронных браслетов возникли разногласия. Религиозные люди сразу же отвергли их, так как это мобильные устройства, запрещенные в шаббат. В левом лагере эти браслеты назвали наручниками недоверия и насилия и объявили саму затею нарушением прав человека. Министр обороны Бенни Ганс выдвинул и вовсе категорическое требование дать возможность каждому израильтянину прилететь домой, чтобы проголосовать на выборах в Кнессет 23 марта. По всей видимости, такая возможность у избирателей появится. А тех, кто обладает израильским и российским гражданствами и во время нахождения в России привился одной из вакцин российского производства, потребует предоставить отрицательный тест на коронавирус или документ о перенесенном COVID-19. В Минздраве поясняют, российские документы о вакцинации в Израиле пока недействительны. Их могут признать, когда русские вакцины пройдут сертификацию в США или будут одобрены Европейским агентством по лекарственным препаратам. Как это часто бывает в Израиле, нашлись умные головы, предложившие универсальный выход. Согласно одному из предложений, любой израильтянин, отправляющийся за рубеж, должен оставить залог 10 тысяч шекелей, одну среднюю месячную зарплату. И получить эти деньги назад можно будет только после прохождения обязательного карантина.